Я официально ухожу из группы и стану ведущим шоу вместо Мартина Сяна. Еще, кстати, Листьев пригласил на кастинг, даже не на кастинг, просто пригласил вести программу «Поле чудес». Да ладно, это новость. Я с ним познакомился на Кинотавре с Ладом, опять же, в 88-м, в 89-м на 1-м Кинотавре, и у нас тоже были приятные, приятельские отношения. Он посмотрел, опять же, наше шоу, вот это «Театромод», пригласил меня это. Я что-то опять уже не помню, то ли я не смог, то ли еще что-то. И в конечном итоге товарищ Якубович начал вести. А я был кандидатом. То есть, Ургант, Якубович, скольким людям в нашем шоу-бизнесе… А Митя Фомин, хай-фай, хай-фай, все будет хорошо. Ну, тоже там что-то за автографом стоял в Новосибирске. Ну, а может быть, это жизнерадость, то есть, Андрей так помогает другим. Да нет, ты знаешь, на самом деле, иногда пишут девчонки, инстаграм, девушки, что благодаря тебе я стала журналисткой, потому что очень хотел интервью взять. Или ты говорил, берегите свое здоровье, я вот врачом пошла, чтобы людям помогать. Вот думаешь, зачем живешь? Вот для этого. Здорово. Клево вообще, мне так это приятно. А вообще хотелось вести, я знаю, что там были какие-то программы, 12 злобных зрителей на НТВ, да, приходилось вести. Вообще хотелось быть ведущим? Ну, 20 лет на сцене, все-таки поешь. По эту сторону баррикады. Да, вот с другой стороны, хотелось бы. ТЭФИ, какой год, не помню. Грубо говоря, 8 лет назад, ТЭФИ, программа «Полундра», и она выдвигается на НТЭФИ в номинации «Лучшая викторина», то ли вот это, ну как это назвать, «Телегра», «Лучшая телегра». «Лучшая телегра», «Номинанты», «КВН», «Что, где, когда» и программа «Полундра». Нормально? Здорово. Я говорю, вы что, прикалывайтесь, а вариантов нет. Номинанты, номинация. Выходит кто-то открывать конверт. А, академики голосуют. Это было как раз голосование в зале, одно из немногих голосований в зале. И объявляется, Николай Фоменко объявляет, 50% КВН, 13% «Что, где, когда» и типа 37% программа «Полундра». Нормально? И выходит Масляков, а как раз 50 лет КВН исполнилось в этот год было. Выходит Масляков за ТЭФИ и говорит, ну, Рыжий, если бы ты мне еще эту статуэтку забрал со своей «Полундрой», я бы тебя в Сочи не пустили больше. Я говорю, вы меня, дядя Саша, не пустили бы в Сочи. Но прикольно то, что никогда разорвали в три раза детская программа «Полундр», которая прям там утром, и я думал, что никто не смотрит, оказывается, да. Ты до кастинга-то так и не дошел. Ты отказался сразу, да, с полем чудес? Да, Масляков, потому что потом, когда был Соха, мы случайно встретились с Листьевым, а мы не виделись с ним пару-тройку лет, он меня видел с Матвенко, он говорит, что ты его все-таки нашел? Такой, я же его тоже хотел. Взять в себе, Матвей говорит, ну, типа, поздно. А я такой стою, 23-летний, такой, ну, ребята, ладно, чего. Торгуйте за вид. Девочки, не ссорьтесь. А у самого у тебя были когда-то продюсерские амбиции? То есть ты хотел что-нибудь, кого-нибудь? Конечно. Да, конечно, хотелось бы. Ну, много, много, ну, там больше тысяч, наверное, может, еще больше приходило аудио, видео, песенки, диски, передавали. Ты знаешь, так мало самородков, оказывается. Ну, у нас, давай последние, там, 5 лет, 10, ну, 5 лет. Какие, давай, да, вот скажи ты. Ну, вот я вот даже название не помню. Ну, вот из того, кого-то, вот, Самородский, вот, Зимфира, да, ну, это, вы видите, уже сколько времени прошло. Рома Зимфирует тоже. Ну, к Зимфиру столько денег влит, надо сказать. Тем более, ну. Что и здесь. Ну, да, будет, но все равно, да, все равно Самородский. Она была алмазом, и алмазом ее огранили, она стала бриллиантом, да? Так же, как и многих других. Но вот сейчас, ну, как-то, вот, действительно, там, вот, Мерц, группа, вот, Беляев. Беляев, да. Да, вот тоже талантливый парень, и тоже он без помощи, Матвиенко, который сейчас, он, так я понимаю, сотрудничает в плане продюсирования. Ну, ему-то голос очень помогло. Голос, где город 312, где тоже талантливая девчонка, но их так катастрофически мало. Вот реально мало. Есть, конечно, еще там свои ниши, R&B, рэп русский, там тоже свои есть. Есть лидеры и кумиры. Я вчера как раз ночью скачивал какие-то русские рэп-группы, которых я никогда названия не слышал, и сейчас даже их не озвучу, но послушая их, я прям обалдел. Думаю, нифига себе, как читают-то на русском. Ты удивил меня, что ты, оказывается, был поклонником российского рока вот этой истории. Конечно, круиз, круиз, альфа, форум уже был ближе к попсе, но, тем не менее, тоже заводил. А сейчас вообще рок-музыку воспринимаешь? Ну, мне сейчас больше нравится, наверное, музыка типа Muse, такая, знаешь, симфорок. О, Muse, мы здесь солидарны. Мои любимцы вообще. Да, они вот такой драйв. Симфорок, переходящий, очень импонирует, очень импонирует. А вот такой вот, сейчас я, на задних рондах появится радуга, для вас группа Rainbow. То есть, я не ностальгирую. У меня нет ностальгии, я не достаю пластинки своего детства или юности, как, знаешь, давай сейчас Pink Floyd послушаем, давай Let's Zep, сейчас я включу, вот говорят мои старшие друзья. Я на них косо посмотрю, потому что, ну, ребята, ну, конечно, можно разочек там, раз в полгода кайфануть, да, вспомнить свои 19, но у меня вообще ностальгия к отсутствию чувства. Как и скулья, да, говорит, ты соскучился по мне? Я говорю, нет. Она говорит, как? Я говорю, у меня чувство скуки отсутствует, я вообще не скучаю ни по кому. Даже вот по детям не скучаю, потому что, знаешь, они дома, у них все хорошо, бред домой, вижу, обниму. Вот это я не поверю, видя твой Facebook, где ты все время с сыновьями. Я их люблю, я за них отдам жизнь, я готов за них страдать, страдать физически. Я буду за своих детей, если придется. Разумеется.